Обыски сегодня прошли и в Запорожье. Здесь трусили силовиков. Оперативники СБУ пришли в несколько райотделов полиции и прокуратуры. Что искали, попытался выяснить Сергей Бордюжа. Обыски были сразу в четырех райотделах полиции. Коммунаровском, Днепровском, Шевченковском и Вознесеновском. Приходили правоохранители и в несколько местных прокуратур. Известно, что работали сотрудники СБУ и Департамент внутренней безопасности нацполиции. С чем были связаны обыски, мы пытались выяснить на месте. Я неуполномочен, честно говорить. Есть начальник райотдела, есть пресс-центр. Что искали, пожалуйста. Не могу общаться с вами по этому поводу. Обратитесь в дежурную часть. Что искали правоохранители в дежурной части, тоже ответить не смогли. Мол, за день у них много народу бывает. Обращайтесь все в пресс-службу МВД. То есть это Матросова-29. Они все к вам прокомментируют все, что происходило. Ну, начальник выйдет. Нет, может быть. Начальник в прокуратуре. Но и в областном главке нацполиции и в прокуратуре комментируют что-либо отказались. Молчат и в СБУ. Известно ли, что сотрудников полиции заподозрили фальсификации уголовных производств. Это когда нераскрытое преступление вешают на других подозреваемых. Совпадение или нет, но буквально вчера в области представили нового начальника нацполиции. Вместо днепропетровца Олега Златоноши главк возглавил выходец из Луганска Сергей Комиссаров. Мы увидим те напротивления, которые есть в Запорожьей области. И я очень уверен, что менять тут ничего не нужно. Будут ли перемены в работе запорожской полиции или нет, станет ясно позже, когда СБУ прокуратура обнародует результаты столь масштабных обысков. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожье.